Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов обратится в правоохранительные органы с заявлением на севастопольцев, которые возмущены халтурной реконструкцией парапетов у кинотеатра Победа и Таврической лестницы. В отношении данного мероприятия мы обратимся в полицию и все в наследие. С обращением, пускай это проведут, во-первых, разбирательство соответствующее, необходимое, потому что давайте каждый будет нашему объекту культурного наследия или какому-то ремонту производить какие-то механические действия. Глава ведомства выразил недовольство тем, что аттестованные специалисты-реставраторы Анатолий Пряшников и Анатолий Туманов, наглядно показывая огрехи подрядчика, снимали куски и так опадающей с парапетов кинотеатра Шпаклевки. Можно расценивать каждое действие людей, которые разрушают то, что уже было создано, это тоже вандализм. Поэтому здесь будем опять же разбираться с правоохранительными органами. Заявления такие соответствующие будут написаны. Любому человеку, будь он специалист, будь он гражданин, не дает права производить какие-то действия механического характера в отношении объекта, либо это культурное наследие, либо объект, который был подлежен ремонту. То есть, соответственно, если сделают ремонт, это не значит, что надо ковырять пальцами или, допустим, отколупывать, отрывать. То есть это категорически запрещено вообще любому. Попытки уточнить у чиновника название фирмы, которая должна понести ответственность за некачественную работу, успехом не увенчались. Ну, эта организация была местная, и поэтому мы будем опять же работать здесь на уровне Севастополя, для того, чтобы этот участок был восстановлен. Что за организация можете сказать? Ну, я не могу сказать. Это у них коммерческая деятельность была. Данный участок был, были проведены работы местной организации, которая работала на субподряде по данному участку. Соответственно, после разбирательства мы сейчас и обратились к заказчику, значит, проверят конструктив. Если были нарушения технологические, соответственно, будет восстановлена той же самой организация в рамках гарантийных обязательств данного участка. По информации Евгения Горлова, устранять недостатки планируют примерно в те же строки, что и на Таврической лестнице в течение года.